Друзья, всем привет! Это BMW 520 в кузове F10 2016 года выпуска. Я второй владелец. Я купил эту машину этим летом для того, чтобы поснимать про нее сюжеты, рассказать вам об эксплуатации заднего привода зимой. В общем, поснимать, поделиться своими наблюдениями. Многие, кто хотят купить автомобили марки BMW, первым, что встречают на вторичке, это автомобили именно с задним приводом, потому что они наиболее востребованы. В этом ролике я хочу поделиться с вами своим отзывом о владении автомобиля спустя полгода. Поэтому присаживайтесь поудобнее, не размазывая кашу по тарелке. Мы начинаем прямо сейчас. Поехали! Вот я хочу отметить, что на данный момент 1 декабря 2019 года. Первый день зимы и вот такая погода. Как вы знаете, я автомобиль купил исключительно для того, чтобы поснимать сюжеты зимой, как он будет на заднем приводе. Переобулся я еще в августе этого года, жду контент, а снега все нет и нет. У нас на канале есть зритель по имени Славик. Всем привет, с вами Слава. Славик себе купил М3, ту самую легендарную Е92 с V8 атмосферным мотором. У него вообще BMW головного мозга, но Славик, знаете, как говорится, не засал. Пока что выглядит так, что немножечко такая вся притертая, диски немного покоцаны, но по кузову вроде только передний бампер немного с левой стороны висит. А так в целом у нее дефект мотора, непонятно вообще, что конкретно за дефект. Я ему говорю, да ты успокойся, нормально все будет. Потому что он покупает одну за одной BMW, все они покупаются с пробегом. На зиму у него есть корч в 46 кузове и в ближайшее время он присматривает себе еще 46 кузов, только M версию. Друзья, что я вам хочу сказать. Все те, кто любят немецкие автомобили, все те, кто любят BMW, обязательно перейдите по ссылочке на канал Славик. Канал называется «Удаляй канал». Зайдите, посмотрите, у него реально хороший звук, хорошая картинка, легкие информативные ролики. Вот действительно, зайдете, один-два ролика включите, все, высчитай, подписан на канал. Дайте парню возможность развиваться, у него почти 10 тысяч подписчиков, снимает интересные сюжеты. И, кстати, вот эта МК-92 куплена им с аукциона США и она куплена с дефектом мотора. То есть он ее купил по цене чуть больше 20 тысяч евро. Это будет интересно, потому что многие хотят купить на вторичке, думают, а почему бы не сэкономить? Вот, учитесь на чужом примере, смотрите на чужие ошибки, что такое BMW с пробегом. Славик, да ты не очкуй, нормально все будет. Поддержите обязательно человека, переходите по ссылке в описании, подписывайтесь на его канал, ставьте лайки, пишите ему комментарии. Дайте парню возможность развиваться. Я вам кратко напомню, что первый владелец купил данный автомобиль в октябре 2016 года по цене 2 миллиона 100 с чем-то тысяч рублей. Я купил этот автомобиль в июне этого года по цене 1 миллион 700 тысяч рублей. Изначально он хотел его продать за 1 миллион 840, в процессе торга я его забрал. 1 миллион 840, на секундочку, это, можно сказать, верх рынка, все почему. Один владелец, пробег на машине оригинальный был, у меня на покупке 36 тысяч километров. Никаких ДТП по машине не было. Машина идет с М-пакетом. Давайте кратенько пробежимся по технической части и что здесь можно сказать. Двухлитровый мотор, бензиновый, тот самый мотор, про который все говорят, он одноразовый, до первых 100 тысяч, а потом будет, что будет, как повезет, целая лотерея. На момент покупки автомобиля все детально смотрелось. Я оставлю ссылки в описании, как мы этот автомобиль покупали, что с ним делалось, чтобы сейчас не повторяться. Как проверяет автомат? Это из того, что делают подборщики, что делают в сервисах. То есть вы нажимаете на педаль тормоза и просто начинаете ее раскачивать. Зажимаете кнопочку, да, зад, вперед, зад, вперед. Вот они так делают на проверку того, что если будут появляться какие-то пинки, тычки при переключении, это, как говорится, первый признак. В моем случае никаких вопросов нет. Второй момент. Заводят на холодную, смотрят, один человек на выхлопную трубу, это я вам просто рассказываю, как подбирают машины. И что нужно сделать? Нужно просто нажать на педаль газа, для того, чтобы посмотреть, какой дым пойдет. Если он прям будет сильно черный, сизый, это плохой знак. В нашем случае вы видите, то есть он как облачко. Это два стандартных и простых способа, как проверяют условно мотор и как проверяют коробку. Если эти способы говно, то как бы виноват в этом не я. Я это увидел у людей, как они это делают и озвучил это вам. Сейчас машина ухожена полностью, пробег на 46 тысяч километров. Недавно я менял масло в моторе. На 50 тысячах мы снимем отдельную серию, когда я приеду в отдельный автосервис. Мы сделаем полную диагностику, посмотрим мотор, проверим на работу коробку, ходовую часть. То есть все подснимем, покажем, в каком состоянии автомобиль, которому идет четвертый год и на нем 50 тысяч пробегов. На текущий день я столкнулся лишь с одной проблемой. Это разрядка аккумулятора. Прихожу утром, нажимаю на ключ, зеркала не раскладываются. Сажусь в машину, вылетает ошибка о том, что во время стоянки аккумулятор садится. Первое мнение, которое было, это утечка. Я делал публикацию в инстаграм-каналах, где люди писали, Ага, это из-за сигнализации, которой на машине нет. Ага, это может быть из-за комфортного доступа. То есть там есть проблемы с ручками, но здесь комфортного доступа тоже нет. У меня есть видеорегистратор, на который тоже начали думать. И буквально через 2 часа после съемки в этот же день я поехал к официальному дилеру для того, чтобы пройти диагностику. Почему к официальному дилеру? Ну, ближайшие сервисы просто за это даже не взялись. Цена вопроса составила 4,5 тысячи рублей. За эти деньги в течение 3 часов они провели полную диагностику. Выяснилось то, что причина всему разряду это именно регистратор. Как выяснилось, он очень умный, то есть мимо проходишь машину. Если ты ее задеваешь, ударяешь по ней, то он автоматически включается. Даже если прошло 2 часа с момента, как ты заглушил мотор. После чего мне, естественно, сказали то, что разряд аккумулятора дошел до 62%. То есть осталось 62% заряда. Прекомендовали его заменить. Цена вопроса у дилера 27 тысяч рублей. После чего сказали то, что все, не зарядили. Можешь кататься, пока в ближайшее время все будет отлично. Когда я сел в машину, приехал к дому, заглушил машину, вот что я увидел. Я думаю, блин, ну так все хорошо начиналось, что все здорово. А сейчас аккумулятор стал разряжен еще сильнее, чем он был до этого. Будем разбираться, будем наблюдать. Но в любом случае, намек я понял, нужно готовить денежки на замену аккумулятора. Что бы я сделал, если бы это была бы либо там Toyota, либо Mazda 6, я бы пошел, купил бы за 5-6 тысяч хороший аккумулятор, снял бы, поставил, все. Как это происходит с BMW? Во-первых, оригинальный аккумулятор стоит 17 600 рублей. Это раз. Во-вторых, чтобы его установить, это не так все просто. Его еще нужно прописать. А для того, чтобы его прописать, нужен специальный сканер оригинальный. Я заезжал на сервисы сторонние, они говорят, у нас его нету. Соответственно, езжай к дилеру, езжай к дилеру, все отправляют к дилеру. Была хорошая шутка от человека, пишет, что немец мерзнет-то по ночам. Да, немец по ночам мерзнет, но в целом больше никаких хлопот он пока что не доставляет. И парни, не спешите писать о том, что да о чем ты говоришь, ему же всего лишь даже 50 тысяч пробега нету. Я купил автомобиль для того, чтобы не вкладывать в него деньги, а для того, чтобы им наслаждаться. И на данном примере я вам показываю, что будет примерно с вами, если вы купите автомобиль не по низу рынка, а по достойной цене, с небольшим пробегом, на что стоит вам рассчитывать, на что стоит вам вкладываться по деньгам. На 50 тысячах посмотрим его более детально под лупой в автосервисе. Идем дальше. Больше всего, за что я переживал, это, конечно же, эксплуатация зимой заднего привода, потому что раньше я никогда на нем не ездил. И вот я думал, ну как же так все будет, вот, например, гололед появляется на дороге, как я буду передвигаться, как будет вести себя автомобиль. Сейчас я понял одно, если не газовать, не перегазовывать, вести себя адекватно и ездить с головой, вообще никаких проблем нету. Поначалу, понимаете, было так, что ты едешь, чуть газку дашь, вот где-нибудь Т-образный перекресток, жопу закидывает, но электроника реально очень хорошо срабатывает. Если специально, да, подгазовывать, все равно все как бы так вот тебя стабилизирует, направляет на нужный курс. То есть, тачка в этом плане умная. Я понимаю прекрасно, что среди зрителей канала очень много взрослых людей, и вы мне скажете, слушай, что ты нам рассказываешь? Мы в свои-то молодые годы на Жигулях с задним приводом, да когда зимы были снежные, ездили, и на летней резине мы ездили, никаких бед, проблем не знали. Поймите правильно, что и на сегодняшний день очень много людей, которые ни разу не ездили на заднем приводе. Я не чувствую себя уверенно за этим автомобилем, когда я еду по трассе. Так, например, когда большая скорость, то есть все равно такое ощущение, как будто вот, когда скользкие участки дороги, ну, страшновато, честно вам скажу. С передним приводом я ощущал себя гораздо комфортнее. Про полный я вообще молчу, потому что полный есть полный. Но вот так вот по городу, когда ты передвигаешься, я понимаю, друзья, прекрасно, что сейчас нет снега. Сам факт того, что на мокром асфальте, на скользкой дороге, как это есть сейчас, при эксплуатации адекватной, не спеша, не поджимаясь никому, напряга я никакого не чувствую. История из серии задний привод зимой можно бачком вальнуть, отключить стабилизацию, парни, мне уже тридцатка, почти что. Каким бачком в городе? Я сейчас придерживаюсь максимально спокойной езды, правильной езды, не нарушать правила дорожного движения. Поэтому я лучше вот буду ехать со скоростью 30-40 км, нежели чем пытаться в каждое возможное окно влезть, а вогнать слева, справа. Машина это позволяет. Особенно на летней резине, на сухой дороге вопросов нету. Я покатался на трассе, я разгонял ее до 200 км в час. Комфортно. Едешь, не напрягаешься, как ровная дорога. На автомобиле установлена ксеноновая оптика. Вот сейчас она работает в режиме габаритных огней. Я вот по такому принципу езжу. То есть светятся передние фары и светятся задние фонари. Предыдущий владелец либо ездил так же, либо в положение ноль. К чему я еду? К тому, что когда наступает вечер, включаешь ближний свет, реально ксенон очень хорошо освещает. Если бы постоянно ездил на ближнем свете, вот сейчас уже бы это было бы немножко уныло. А так заезжаешь во двор, освещение очень хорошее. При этом стоят противотуманки, они диодные. Напомню, что на автомобиле в М-пакете идут диски разноширокие. То есть передние изначально 245, задние идут 275. Я в предыдущей серии говорил, что я поставлю зимнюю резину по размерам переднего колеса. Вот как это выглядит? Покажи, пожалуйста, просто поближе колесо. Я выбрал зимнюю резину Тойя, шипованная, 245 на 45 размер. Вот обратите внимание, все встало как положено. Задняя, она чуть-чуть, скажем так, стала домиком, но при этом на управление это никак не влияет. Вот она, чуть туда ушла. Визуально, когда вживую смотришь, это заметно. По камере не знаю, будет это заметно или нет. Факт в том, что на зиму я поставил одинаковый размер и вот проехал уже сколько, примерно 2 месяца катаясь на зимней резине. Вот, ребята, ранфлет этот пошел, он вообще шопу куда подальше. Я сел на машину, я начал ее чувствовать. Ты понимаешь, я держу руль. Не знаю, через камеру будет видно или нет, вот здесь вот есть незначительная колея. Раньше, когда я ехал на ранфлете здесь, это уже для меня было напрягом. Сейчас же, собственно, когда ты едешь на нормальной резине, никакого напряга абсолютно нет. То есть я машину чувствую, машина действительно послушная. С удовольствием за рулем слоган компании BMW. Когда машина в исправном состоянии, в обслуженном, ты это чувствуешь. Понимаете, 2 литров, конечно, не хватает. Вот я даже сейчас там жму педаль в пол, но мы уже разгоняемся больше 100. То есть до 100 2 литра бензин вот с головой. Вот серьезно говорю, мне вот ни разу не было такого, чтобы я там пожалел об этом, потому что мне не хватает тяги. Очень часто меня люди спрашивают, а будешь ли ты делать чиповку? Вот честно отвечаю, не нужна мне эта чиповка абсолютно. Во-первых, потом продать машину будет сложнее. Во-вторых, мой стиль езды там, где эксплуатирую автомобиль я, тут вот нафиг. Вот сейчас вы видите, по сути, уникальные кадры, когда МКАД свободный, что можно разогнаться, можно ехать. Вот это, вот у меня нет слов, друзья. За резину я подобного размера отдал 36 тысяч рублей. Шиномонтаж еще 2000 рублей. 38, 18 колеса были переобуты. Многих смущает дорожный просвет, он же клиренс. Заявленный на этом автомобиле 140 миллиметров. Предыдущая машина у меня была Toyota Camry, там был похожий клиренс. И была Mazda 6, там клиренс был 160 миллиметров, что, собственно, тоже не так много. Но пузотерка, говорят люди, за полгода, что я езжу нигде. Я выезжал в область. Ну, в общем, в летнее время, понятное дело, то, что вопроса вообще ноль. На предыдущих автомобилях с подобным клиренсом я тоже ни разу ни день не чиркал. Поэтому, друзья, когда вы выбираете автомобиль, думайте сами под себя, где вы живете, где вы будете его эксплуатировать для меня. Дорожный просвет, это вообще никакой не напряг. Важно, конечно, поговорить про двор, в котором я живу. У меня здесь все чистенько, аккуратно. Этим летом положили свежую дорогу. Двор моют, чистят регулярно. То есть, такой вариант, знаете, как это было у меня в области, например, когда я жил в Кашире, что выпал снегопад. Ну и все. И, соответственно, никто чистить не будет, пока ты сам это не расчистишь. Ну, в частности, парковочное место. Здесь же с самого утра уже гребут, шкребут. То есть, друзья, Москва есть Москва. Как бы это совсем, правильно, как вы говорите, другой мир. Чем хочу поделиться? Ну, в первую очередь, багажник. Он складывается. Это доступно далеко не во всех автомобилях. И что ты привозите? Вот эта вот высота, это примерно 40 сантиметров. То есть, вы можете понимать по габаритам, какого размера коробка у вас сюда залезет. Я купил себе трос, который я рассчитывал использовать, как если вдруг я где застряну. Друзья, значит, запоминайте. Вот этот трос буксировочный, 2,5 тонны, он предназначен исключительно для того, что когда вы стоите на асфальте где-то, и вас вот дотащили до сервиса. Если вы застряли, как я думал, и чтобы меня кто-то вытаскивал, благодаря вам выяснилось то, что это веревочка. Оторвется нахрен, вот этот крюк отлетает вам куда-нибудь в стекло, все разлетается, все ломается. Нужен трос специальный буксировочный для грязи, когда ты выехал, когда ты на бездорожье. Обязательно его куплю, поэтому запоминайте. Вот эти ашаны, фиганы, это игрушка. Паспортный разгон у машины 7,9 секунд. Но, как показала практика, добиться этого результата паспортного нужно постараться. Мы даем газку сейчас. Понимаете, я слегка притапливаю, но в силу заднего привода это действительно ощущается. То есть, даже когда ты не спеша разгоняешься, ты чувствуешь, что у тебя машина едет. Вот в этом свой кайф. Понятное дело, чтобы поехать в паспортный разгон, зимой это сделать просто будет нереально. Поэтому все, что быстрее 8 секунд, это нужно однозначно полный привод. Вот тогда ты будешь уверенно разгоняться. Но на полном приводе с разгоном 6,5 секунд до первой сотни, ты особо этого не будешь считать, когда ты привыкнешь к автомобилю. То есть, вы, я думаю, понимаете, о чем я говорю. К машине всегда привыкаешь. Это первые дни кажется, что, о, как мы хорошо разгоняемся, а потом уже не то. Я не понимаю, куда люди там 530-540-ые берут себе машину, куда вы летите на них? Где вы применяете эту силу в городе? Спустя 5 месяцев активного использования к машине я привык, и сейчас для меня никакого дискомфорта не доставляет. Вот как раз хороший вариант того, что если сейчас, заходя в этот поворот, вот по глупости давать больше газа, да, то, соответственно, машину будет вышвыривать. Но стабилизация срабатывает так, что даже если специально ты это будешь делать, она тебе все заглушится, то есть ты в любом случае зайдешь по ровной траектории. Смотрите, вот здесь исключительно снег и лед. То есть я нажимаю педаль в тормоз. Потихоньку останавливаемся. Не стоит забывать о том, что в такой ситуации лучше плавненько притормаживать, но не мне вам рассказывать. Факт в том, что мы посмотрим, какие сюрпризы принесет нам эта зима. Сидение спортивное с поддержкой, это не передать словами. Вот это алькантара и ткань, понимаете, раньше я на это смотрел, блин, ну алькантара, ткань, что-то не то. Сейчас, когда я поездил, понимаю, что зимой ты приходишь в машину, садишься, теплее гораздо, чем на коже. То есть я ни в коем случае не пытаюсь защищать выводы дела в своем сайте, а сами делюсь лишь своим мнением. Подогревы реально очень хорошо работают. Включаешь прям тепло, пипец. Подогрев руля, вот это отдельная история, потому что когда ты его включаешь, у тебя руль, вот все время, пока он тебя включен, вот он у тебя нагрелся, и он у тебя все время находится в одном температурном режиме. На японцах я замечал так, что включаешь, он нагрелся, и через какое-то время он у тебя словно отключается сам, он у тебя опять становится холоднее, хотя ты его не отключал. И самое важное для меня, как для водителя, это что машину действительно ощущаешь. Вот за 5 месяцев я к ней привык настолько, что, понимаешь, у тебя берусь вот так вот за руль, да, я держу ее словно за руку, я понимаю, вот я левее, правее даю, то есть машина тут же слушается тебя. Это реально кайф, когда ты садишься в машине, ты понимаешь то, что ты ей управляешь, ты с ней одно целое. Вот то же самое было на Мазде. Я садился за Мазду, все, я прям чувствую машину, я пилот в ней. На Тойоте это было ощущение серии, знаешь, такой посредственности. То, что ты едешь на машине, вот держи руль прямо, спокойно, не дергайся, то есть она не подбивает тебя на какое-то там, ну, активное маневрирование, управление. Здесь же ты сидишь вроде бы и с комфортом, но если перейти в спортивный режим, охота вольнуть. Если бы вы меня спросили, вот отмотав время назад, ты бы купил бы еще раз этот автомобиль? Мой ответ однозначно да, но скорее всего я бы также пытался бы найти его с дизельным мотором. В первую очередь, лучше крутящий момент, лучше тяга в городе, ниже расход топлива, и он сам по себе изначально, ну, считается более надежным. Средний расход топлива на автомобиле при моем стиле езды по городу 80% и 20% это за городом, примерно получается 10 литров. В первые дни, когда я только купил автомобиль, наверное, на протяжении недели, а то и двух, я когда передвигался вот в подобном состоянии, да, что вот такой трафик, толкаемся, коробка немного пиналась, то есть чувствовалось вот это резкое переключение с первой на вторую передачу. Сейчас, когда я еду, ну, реально прошла адаптация, это прошло уже больше, там, 4 месяцев назад. Факт в том, что вот ты едешь потихоньку, плавно, ничего не толкается. Не пинается коробка абсолютно никак. Я ничего не делал, она исправна, перед покупкой мы все проверяли. Адаптация реально работает, она существует, и сейчас, когда я еду, никаких пинков, рывков не происходит. Интересный момент. Когда мы снимали заезд с 520, такой же BMW, но чипованный, я переводил коробку в режим спорт, а на приборной панели ничего не происходило. Что происходит сейчас? Я включаю режим спорт, и вот, смотрите, все происходит. Что нужно было сделать? Просто-напросто в головном устройстве поставить галочку спортивные приборы, и все сразу заработало. И чтобы вам не казалось, то, что я прям нахваливаю машину, напоминаю, то, что купил я ее сам, это не какая-то там тачка от представительства, у машины очень много может быть проблем, начиная с одной только турбиной, заканчивая той же самой коробкой, несмотря на то, что она надежна, тем не менее, если посмотреть, есть те, кто ее убивает еще и до 100 тысяч рублей. И самое главное, конечно же, и самое дорогое, это мотор. Он не славится своей надежностью, хотя, если залезть в интернет, он наоборот-таки как раз там очень даже и славится своей надежностью. 4 балла ему ставят. Тем не менее, автомобиль довольно-таки известный в нашей стране, популярный, про него информации очень много, есть у него фанаты, есть у него антифанаты, которые говорят, а вот BMW это фигня, вот Audi это лучше, Mercedes это хорошо, ну и так далее. Друзья, что я здесь вам хочу сказать, на данный момент я передвигаюсь, никаких бед с автомобилем я не знаю, я езжу довольно-таки мало, потому что за полгода я проехал практически 10 тысяч километров, то есть, ну это мало, за 6 месяцев это, ну действительно, не такой большой пробег. Подписывайтесь обязательно на канал, потому что дальше мы будем снимать про него ролики, загоним его на диагностику, будем смотреть, как машина живет в руках второго владельца, когда вы покупаете с небольшим пробегом. Сколько чего стоит по содержанию, я буду писать, буду вас об этом информировать. Обязательно подписывайтесь на инстаграм канал, потому что там выходят все свежие новости. Ставьте лайки, ставьте дизлайки, высказывайте ваше мнение в комментариях. Друзья, до новых встреч, всем пока-пока.